Здравствуйте, уважаемые зрители. Здравствуйте, Владыка. Начинается 2023 год. Для многих жителей нашей страны Новый год – это самый долгожданный, самый желанный праздник. И отмечают его с размахом, желают друг другу добра. Владыка, а что происходит в это время в церкви? Ну, как ни странно, в церкви в это время ничего не происходит. Совершаются богослужения, достаточно строгие, поскольку это последние дни рождественского поста перед Рождеством. Поэтому надо всегда помнить, что Новый год – это эрзац Рождества. Это праздник, которым в Советской России заменили Рождество Христово. И на него автоматически было перенесено все то, что было характерно для празднования Рождества. Вот, в первую очередь, это семейная составляющая. Почему это семейный праздник? Ну, потому что Рождество – это семейный праздник, это рождение, это праздник семьи. И точно так же все другие составляющие, привычные для нас признаки, приметы Нового года – это всего лишь замена Рождества Христова. Поэтому церковь спокойно относится к этому дню, не выделяет его каким-то образом. В последние годы возникла традиция у верующих людей служить ночную в литургию в храмах в эту ночь новогоднюю. Причем возникла вот на моих глазах. Я один из первых, кто в Москве вместе с нынешним митрополитом Тихоном начинали эту традицию. А почему она возникла? Потому что многие люди верующие, церковные, вдруг оказались в такой странной ситуации. Они не празднуют, они не смотрят огоньки вот эти, вот эти жуткие, вот эти совершенно марафоны по телевизору, безумные, которые идут в эту ночь. Они не могут заснуть, потому что вокруг стреляют изо всех сил, изо всех породий, которые есть только у людей. Вот, кричат и прочее, прочее, прочее. Но в то же время, чем-то вот надо как-то. И они начали обращаться к священникам. А что, если нам вот эту ночь провести в церкви? Как бы, не то чтобы в противовес празднованию, да, разгулу Нового года. А как бы, ну вот для себя, никого не заставляя, никого не осуждая, никого не говоря, какие плохие, вот мы такие хорошие. Да нет, ни в коем случае. Ну просто вот для себя, чтобы провести эту ночь и встретить календарную дату, вот как-то так в молитве, в посещении храма. И потихоньку, сначала в Москве, потом в других городах, вот в Саратове-то при мне началось тоже. Вот, и здесь тоже, я знаю, было раньше тоже некоторые храмы тоже служили в эту новогоднюю ночь. Вот, ну это буквально такая новация последних десятилетий. Мне кажется, это хорошая практика. Это как раз тот самый случай, когда церковь неким образом реагирует на то, что происходит вокруг по-своему, исходя из своего уже опыта, исходя из своих, так сказать, своего предназначения. Владыка, вы уже сказали, что продолжается рождественский пост. Да. И многим верующим, мне кажется, сложно плыть против общего течения. Вот что делать в данной ситуации? Поститься дальше. Я не вижу каких-то больших проблем в этом. Я всегда слышу, сколько живу на свете, сколько священцев. Ох, какой ужас, какой ужас. Новый год, Новый год, а тут пост. Как это так? А что значит Новый год? Что надо делать в Новый год? Убиться на положение риса? Объесть оливье так, чтобы потом из ушей лезло, что ли? Значит, что? Ну вот, Новый год, новогодний стол. Ну что, нельзя найти овощи, рыбу, фрукты или что-то такое. На этом Новогоднем столе можно. Можно выпить бокал вина? Можно. Устав церковный не запрещает этого. Напиваться не надо, конечно. А поднять бокал, если ты с близкими сидишь, в этом нет ничего плохого и предосудительного, и никто против этого ничего не имеет. В конце концов, если ты пришел к маме в гости, и мама тебе заготовила что-то непостное, ну съешь ты это и дальше постись потом, когда уйдешь. Такие вещи, это абсолютно допустимо. Пост продолжается. Очень хорошо, мне приходилось уже об этом говорить, на мой взгляд, очень хорошо, что у нас вот есть такая вот неделя ганикулярная от Нового года до Рождества, с 1 по 7 января. Потому что службы рождественские, ближе к празднику, они приобретают особое звучание. Это так называемое предпразднство, то есть перед самым праздником. А это будние дни. У нас люди на буднях в церковь ходить, с одной стороны, мало приучены, с другой стороны, не могут, потому что они работают. А здесь каникулы. Здесь можно хоть утром вечера находиться в храме. Вот я замечал, что когда я сам, я обычно стараюсь служить все эти службы сам, вот я замечал, что вот в это время, хоть и будние дни, но в храме больше людей, они как-то внимательно стоят, слушают богослужения. Это очень хорошая у нас вот эта каникулярная такая неделя для молитвы, и мне было бы крайне жалко, если бы у нас ее не было. Еще в начале 20 века Рождество на Руси отмечали 25 декабря. Ну, в советские годы произошло, что на Руси был гривианский календарь, был государственным календарем. У нас ведь и революция, которую мы 7 ноября праздновали, называлась Октябрьская, именно те же самые цифры, 25 октября и 7 ноября. То есть то же самое, 7 ноября, так как 7 января, соответственно, 25 декабря. Просто это пересчет Юлианского на современный грегорианский календарь. Ну, почему все-таки церковь не перешла на грегорианский? Ну, вы знаете, церковь русская не перешла, несколько церквей не перешло. Русская, грузинская, сербская, македонская, иерусалимская. Ну, и церковь России тоже по старому календарю служит. Польская церковь тоже по старому календарю. Ну, дело в том, что, во-первых, церковное сознание достаточно консервативно. Переход на новый календарь был просто не принят народу. Мало кто знает, что в 20-е годы, когда государство перешло на новый календарь, патриарх Тихон благословил переход церкви на новый календарь. А, даже так? Да. Но люди не приняли это. Категорически не приняли и не стали ходить в храмы. И тогда он отменил свое распоряжение, патриарх Тихон. И оно просто не было проведено в жизни. И сегодня, если мы сейчас начнем затеем вот такой переход, есть люди, которые очень хотят. Ну, у нас есть люди, которые, да. Ну, во-первых, потому что это по-европейски, как им кажется. Ну, а Европа – это вот оно, свет в окошке. Да. Но основная масса народа это категорически не примет. Я сейчас не буду... Это долгая история. Вообще календарный вопрос, он очень больной и очень осложненный многими неприятными вещами. Его принимали, его не принимали, его насаждали в 20 веке в церковь силой, причем вооруженной. И поэтому, конечно, у народа недоумение, почему их заставляют, почему, да, почему с оружием в руках, почему закрывают храмы, выгоняют, как в Греции, выгоняют священников. Ведь греческая церковь на новом календаре, но там есть значительное количество старокалендарцев, старостильников. А, даже вот так вот течет такое. Да, еще их очень много, несколько отдельных групп. То есть там получился раскол, как у нас в России с старокаленцами. Да. Вот если мы, поскольку мы не хотим еще одного раскола у нас, поэтому эта тема у нас сейчас, она даже не обсуждается. И я не вижу, собственно говоря, в этом большого смысла. Но у нас есть свой календарь, и мы совершенно нормально по нему живем, и у нас нет какой-то острой в этом необходимости. Вопрос от зрителя. Как поступить с православным календарем, на котором изображены иконы, когда год закончится? Выбрасывать, рука не поднимается, а хранить негде. Можно ли отнести в храм? Можно. Отнесите. Даже в собор можно. Мы найдем, что сделать с ним. Владыка, следующая дата по календарю – это Рождество Христово. Как к нему подготовиться, как его надо отпраздновать православным христианам, и что вы можете пожелать накануне праздника? Рождество Христово – это один из главных праздников христианской церкви. Мы вспоминаем, что Бог нас ради людей и нашего ради спасения стал подобным нам человеком и пришел в мир, родившись от Преснодева Марии. Это, наверное, одно из самых главных событий человеческой истории. А готовиться к нему надо постом. Вот для этого и существует Рождественский пост. В самом начале поста, накануне праздника введения во храм Пресвятой Богородицы, он, кстати, в это воскресенье, в храмах начинают петь такое песнопение. «Христос рождается, славите! Христос небес срящите!» То есть встречайте Христос на земли, возноситесь. Вот так и надо готовиться – встречать, славить и самим возноситься горе, возносить свой дух, свои желания, стремления, сообразовывать с тем, что говорит нам Господь. Если угодно, вообще таким эпиграфом христианской жизни можно поставить слова такой народной русской пословицы – не так живи, как хочется, а так, как Бог велит. Вот для того, чтобы научиться жить так, как велит Бог, нужно и поститься, нужно проводить время в молитве, нужно читать книги о духовной жизни, нужно ходить в храм, исповедоваться, причащаться, участвовать в таинствах церковных. И встречать, конечно, праздник нужно в храме. И накануне, и самый день праздника, самое главное событие, самое главное происходит в церкви, самое главное происходит там на богослужении. И обязательно нужно не забывать о том периоде, который прошел. Знаете, мы к празднику приготовились, мы как-то собрались, вот так вот себя почувствовали более собранными, глубокими, а потом пришел праздник, и мы расслабились. Вот все, теперь можно лечь на диван, включить телевизор и смотреть то, что там показывают. А вот сохранять то устроение, которое хотя бы чуть-чуть, в маленькой степени нам удалось приобрести во время подготовки к празднику и самого праздника, вот это я очень бы хотел пожелать каждому нашему слушателю, чтобы сохранять в себе такое доброе христианское устроение на всю жизнь. Спасибо, Владыка. Пожалуйста. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Субтитры подогнал «Симон»